Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Тогда эта улица называлась Лакоба, и сейчас она называется Лакоба. Сейчас там российское посольство. И вот это место, где мы сейчас сидим, мне очень родное. Мы здесь прибегали. Даже здесь был такой собачий пляж. И туда мы ходили на море детворой. И, естественно, на Сухумскую крепость, где в основном мы там искали крабов. Нам мальчики ловили разных, там, где доставали ракушки. То есть мне этот город очень родной. Я была, конечно, не очень спокойной. Помню, мама, конечно, меня воспитывала в строгости. Я помню, у меня были косички длинные. И завязывала огромный большой банк. Когда я шла в школу с этим портфелем, то какие-то мальчики всегда кричали мне вслед. Девочка, улетишь! И мне всегда этот бант раздражал. Я, конечно, до школы его не доносила. Ну, а потом обратно надевала, чтобы мама меня не ругала. Мы были послушными, в смысле, учениками. Правда, бывало, что мы срывали уроки, но мы это делали ближе, вот когда старшеклассниками стали. Мы уж совсем правильными. Мы тоже, наверное, не хотели быть. Я помню, мы прибегали вот сюда, в кинотеатр Руставели, тогда он назывался, 10-м классом, даже 9-м, 10-м классе. А директор, значит, заходил в темный кинозал, брал, значит, рупор и в микрофон громко звал нас обратно в школу. 10-й, на выход. Ну, и мы гуськом выходили. Наш класс очень интересный, звездный класс, как его называют. Это Игорь Ахба, Сергей Багабш, Заур Микваби, Заур Корсая, Яков Лакоба, Давид Пиле, Давид Григорьевич Пиле. Как раз Заур Микваби, по-моему, сидел с даткой Пиле впереди. Я сидела за ними, а за мной Сергей Багабш. И вот бывало, что у меня косы, правда, были длинные. И вот они привязывали к парте, значит, такой Миша Черидзе и он. И я всегда как-то это меня раздражало. Но в классе мы очень были дружные. Мы были на самом деле как брат и сестра. Я помню, что когда мне было очень плохо, ну уже после войны, то вот эти все мальчики были всегда рядом. Конечно, мы потеряли Гудису Цзария, потеряли Сергея Багабш, Заура Корсая. Такой удар был для нашего класса, и мы всегда их вспоминаем. Меня пригласила сама Нелли Эшба, Нелли Рожденовна Эшба, главный режиссер и директор Абхазского государственного драматического театра, сыграть главную роль спектакля Островского «Снегурочка». Но у вас не было в пятом классе? Нет, не было. Но у меня, знаете, что удивительно, вот когда я была в пятом классе, я сыграла одного из детей, это роль мальчика, в драме «Иврипида Медея». А Медею играла не кто-нибудь, а Минадора Ивановна Зухба. Я зоной играл, в шарах Пачалия. И вот я была одной из мальчиков, детей вот этой Медеи, которую убивают. То есть вот так удивительным образом судьба Матом еще раз меня закинула в этот театр. Ну, уже, конечно, я была... И если тогда я как бы имитировала то, что мне показывал режиссер, а здесь уже надо было играть. Но это же великий режиссер, она во мне, наверное, что-то нашла такое, что как-то... Во всяком случае... Ну, конечно, все это молодость. Сейчас бы я не рискнула. Мне и после войны, кстати, предлагал Миша Мархоли сыграть роль матери. Но я, конечно, не отказалась. А тогда молодость. Я сыграла две главные роли. И в дипломном спектакле тогда молодых, ныне сейчас известнейших актеров, это Валерий Ковы, Зуряковы, значит, Вячеслава Блотия. Вот они, значит, дипломный спектакль. Тогда Эдик Сэмсом, Леонид Давидсба. Это вообще свет сейчас, как бы, театра. И вот в день свадьбы Виктора Розова я сыграла там одну из главных ролей, Клавдию. Бабушка настоящая была княгиня М.Х. А она во втором замужестве замужем была за Лакербая. Но она вдовела, и он был вдовец. Тогда, как бы, выдавали замуж, и я всегда знала, что Лакербая – это самые мои родные. И вот ее никогда, я ее имя узнала гораздо позже. Ее всегда называли по-абхазски Ахкош. И я всегда думала, ну, это говорят из-за того, что вот она, как бы, пожилая женщина. Но они это говорили только из-за уважения к ее роду, к ее происхождению. Ну, а так, на это я особо и не обращала внимания. Мы в советское время жили. Такого вот поклонения. Тем более, это даже, она даже говорила. Не называйте меня так, потому что нас могут там как-то, ну, или сослать куда-то, или что-то. Она как-то даже побаивалась, потому что она пережила 37-й год. И в 37-м году вот как раз ее единственного брата, садбе МХ, она им только клялась. И ее мужа репрессировали, так, как и мужа моей мамы. Он был соратник Лакоба Квачалыпа. И вот этого Квачалыпа, фамилия еще пятерых, долгое время моя мама водила вот меня на береге, там она подолгу стояла. Это вот там, где вот Сухумская крепость. Там была тогда тюрьма. И только где-то в пятом или шестом классе Георгий Алексеевич Цзария, сын которого учился в нашем классе, а мы дни рождения встречали друг у друга, он как-то мне сказал, что моя фамилия неправильно написана. Что вы Гечба. Ну, я как-то так, знаете, услышала и все. Я даже домом это не сказала. А уже впоследствии, работая в доме музея Гули, вот как раз третий том и фроне Бракгауза, как-то я так перелистывала и нашла свою фамилию. А там прямо написано Гечба, а в скобках Кичба, древнейший княжеский род, проживавший со 17 века между реками Жуадзы и Псоу. Вот родословное древо, к сожалению, вот Гечба, вы знаете, что почти никто здесь не остался. Это был их предводителем, вот рода Гечба, известный в истории, это Рашид Гечба. И как-то так тогда вот, мы же все-таки Асадзе, вот убыхи Садзе, которые проживали в окрестностях Сочи, это были их владения, были почти все выселены. А генеалогическое древо моей мамы, моей маме подарил Алеша Шервашиззе отец, дядя Лева Шервашиззе. Вот он, с маминой стороны, все это древо, значит, мамина фамилия, это вот, это долго не говорилось, потому что он как-то, вот считался тем человеком, который инициировал махаджирство. Это Маанкац. Вообще об этом Георгий Алексеевич написал большой труд, но говорят, это в советское время было, а говорят у него есть труд, который не издан. То есть, какая-то своя правильная трактовка. И вот это еще историки напишут. Я вот знаю со слов моей бабушки, значит, был такой дворянин настоящий, Мурзакан Лакарба, известный. Его жена была Нина Ма. Она, говорят, была таких очень строгих правил, а он чувствовал вот это, значит, приближение советской власти. Еще тогда не знали, какой она будет, что, ну что, ну что, система, в той, в которой они жили, она должна была поменяться. Это чувство было. И он, на самом деле, он сам передал, значит, ну, как бы, народу, вот есть некоторые свои владения, за что вот эта Нина Ма очень сильно была зла и даже какими-то проклятиями разразилась, говорят. Приближалась вот эти репрессии, советская власть, ведь ее искажают ведь люди. Это, к сожалению, страшное явление было. Ведь в 37-м году, если у него на одну корову больше, то он уже мог на него наговорить. Это было страшное явление. Бабушка даже знала, кто сказал, но потом они вместе ели эту мамалыгу. Она сказала, ну что, сейчас мы будем ворошить прошлое. Горе объединило матерей. Впервые вот эти матери в черном мы встретились в Парке Славы в 94-м году, именно 16-го марта, потому что там были похоронены неизвестные. Как бы, вот то первое перезахоронение, что у республиканской больницы многие как бы родители узнали своих детей, своих близких, родственников, а вот тех, кого не узнали, их решили похоронить в самом центре города, в Парке Славы, их же сотоварищей, бойцей. И вот там мы собрались почтить память в 94-м году. И после этого мы не расходились. И вот где-то в 97-м, 98-м году раздался звонок. Ну, я подняла трубку, и такой вот до боли знакомый голос по-абхазски и спрашиваю, «Були кич бабома?» А ей сара сок. Из хода сара Владислав. А ей сара Ардзенбэгит. Ну, я встала. И он понял, что я встала. И вот он попросил меня встретиться с грузинскими матерями, чьи дети здесь воевали против нас и пропали без вести. Он сказал, «Я понимаю, что это очень больно, что это, ну, как бы тяжело, но это надо ради того, чтобы вот матери, которые, ну, видимо, они все время оттуда тоже какое-то давление на наше руководство делали на всяких вот этих переговорных встречах, но вы должны, говорит, убедить их, чтобы они убедили свое руководство передать нам схемы захоронения, чтобы найти в ваших сыновей. Представляете? Я, конечно, собрала координационный совет, у нас был тогда из 15 человек, и когда я огласила, очень многие, ну, все почти сказали, это невозможно, как это с ними встречаться. Ну, естественно, это было бы очень психологический барьер, этот перейти было не так легко. Я вообще думала, как я, вот как я с ними встречусь? Но тут сказал Владислав Григорьевич, я понимала, что я тоже должна найти своего сына. И это состоялось в Ачамчире, в библиотеке. И, конечно, они такие вообще удивительные, вот не хочу оскорблять вообще нацию, народы, но как-то они театрально, они с огромными цветами приехали, с какими-то подарками кинулись, как бы вроде бы обнимать нас. Ну, я, конечно, возмутилась и сказала, что мы сейчас развернемся и уедем, что мы приехали не обниматься, ну, то есть это не время сейчас, собственно говоря, мы не родственники, не друзья. Ну, разговор был тяжелый. Были матери, которые сочувствовали нам и говорили, что дети, они даже не знают, как они оказались вот в рядах грузинских гвардейцев. Это были в основном коренные тбилисцы. Но были матери, которые как раз говорили, что да, вот, значит, два ее сына погибли, вот если бы у нее было бы еще, она бы тоже, значит, как бы, наверное, поощрила бы его вот этот поход. Такие разговоры тоже были. Последнее наступление, июльское, и вот мне вот как-то привиделся мой сын, вот верите или нет, не знаю, и он так улыбался, то есть вот как бы предвещал, что победа уже вот-вот. Мы дома, он как-то сказал. «Мама, мы дома, пожалуйста, не плачь, мы дома». И на самом деле, слушайте, когда уже сказали, что вокзал взят и сухом уже вот-вот освобождается, вот почему-то мне захотелось, вот чтобы матери погибших вошли в освобожденный сухом, вот в светлых одеждах. Вот почему-то такая мысль мне пришла в голову. Оказывается, этого хотел и Владислав Григорьевич. Это мне сказал Леонид Иванович Лакербаев. Но сформулировать это мне тогда, конечно, я не рискнула бы. Это было филармонии, благотворительный марафон в помощи строительства мемориала славы. В 96-м году подошла ко мне мать Вадима Лагвилава в черной косынке. Я снялась с нее и попросила последовать нашему примеру. Но было, я не буду говорить, которая сказала, я это никогда не сделаю, потому что я даже не то, что косынку снять, я черный платок носовой держу. Я в слезах домой пришла и маме рассказала. Она сказала, успокойся, ты сделала правильно. Она поймет, пройдет время, и она снимет. И так и случилось. Вот, к сожалению, вот уроком какие-то вещи не становятся. Но мне почему-то кажется, что мы должны уйти от этого. Вот ту вот черту мы не должны переходить. Всегда нас Господь Бог все-таки останавливает. Мальчики чуть-чуть там что-то друг другу скажут, но они, наверное, все равно в них сидит вот это вот братство, воинство, вот эта война прошедшая. Она не должна допускать этого. Я вообще против вот таких митингов, я вообще против каких-то вот таких наших сильных противостояний. Мы должны, конечно же, спорить, мы должны, конечно же, не все мы одинаково, может быть, видим обустройство нашего государства, но мы все должны помнить только об одном. Не о личном каком-то конкретном руководителе или же там человеке, а о нашем народе и государстве, которому еще совсем мало. И всего 25 лет для истории это очень маленький срок. По-моему, через 30 лет только СССР признало мировое сообщество. А мы 25 лет, а нас уже признала великая держава. Вот о чем мы должны думать, не расшатывать его основы. Мне кажется, что молодые люди все-таки более прагматичные, более прогрессивные, должны это понимать и больше сохранять все вот наши ценности вот эти. Я бабушка непродвинутая в смысле интернета, хотя у нас есть свой сайт, у меня есть человек, который этим занимается. Меня внук этому учил. Я могу открыть интернет, войти в фейсбуке, там покопаться. Но знаете, я этого побаиваюсь. Потому что я невольно могу ответить. А я никогда не скрываю ни своей фамилии, ни своего имени. Но мне могут потом ответить как-то не очень прилично, может быть. Поэтому я вот как-то этого побаиваюсь. А с внуком у меня взаимоотношения очень теплые. Можно сказать, он меня называет Гули. Он как-то сразу с детства так меня назвал. Но я этому не воспротивилась. Большей частью я все время говорила об Арзамете. Как-то он меня спросил. Гули. А мой папа что, не воевал? Ну как же, я говорю, его тоже зовут Арзамет. Как же, я говорю, Арзикон не то, что не воевал, а он даже больше, чем Арзамет. Он вообще не отдыхал. Он был в действующей армии. А почему ты о нем меньше говоришь? Я как-то так подумала. Мне так больно стало. Я даже не нашла, что ему ответить. Я сказала, ну потому что Арзика нету, а папа с нами. А ему я потом почувствовала, вот как, значит, захотелось гордиться не только своим дядей, но и своим отцом. Они сейчас очень умная молодежь. Они все знают. Они копаются в этих интернетах. Они смелые в своих суждениях. Они как более раскрепощенные. Но, конечно, я всегда хочу, чтобы он все-таки сохранял в себе вот это достоинство абхазского мужчины. Вот это все время об этом говорю, о нравственности. Я всегда говорю и моему внуку, вот, если он, конечно, меня послушает, что вот свадьба, я бы хотела, чтобы он был в Черкесске. Ну, это, знаете, как это как-то вот... Ну, вот на Северном Кавказе у Эльвира Арсалия заказывают наш национальный красивый костюм и одевают его на свадьбах. А почему бы у нас это не сделать? Ведь это же так украшает и мужчину, и ту же женщину. Они ее делают такой стройной, такой целомудренной. Невеста самая настоящая должна быть. Вот так выглядит. Это на мой взгляд. Северном Кавказе северном Кавказе северная, она высокаica. Северный Кавказе